Нотариат Нотариат существует не один десяток веков. Нотариус это исторически вторая юридическая профессия после судьи. Современный правовой мир разделен на две основные системы. Континентальную латинскую и англосаксонскую. Большинство стран испокон веков нотариальны. Если США страна адвокатов, то в большинстве европейских стран главным юристом традиционно является нотариус. Он решает самые насущные и ежедневные юридические вопросы населения. С вами Капитальная грамотность и тема сегодняшней передачи Нотариат. Нотариусом предшествовали песцы, известные должности в истории древних цивилизаций. Нотариусы появились, когда потребовалась особая публичная деятельность по охране прав. В современном понимании нотариат возник в Древнем Риме. Итак, кто же такой нотариус? Нотариус это специально уполномоченное должностное лицо, имеющее право от имени Российской Федерации совершать предусмотренные нормативно-правовыми актами нотариальные действия в интересах российских и иностранных граждан и организаций, а также лиц безгражданства. Как шутят нотариусы, говорят, что нотариус это бесспорный судья по вопросам, где нет спора. Могут быть шероховатости, может быть недопонимания. И в принципе нотариус призван к тому, чтобы он терпеливо той и другой стороне объяснил. Они настаивают, выставляют какие-то требования в сделке. Нотариус говорит, что если это требование выставляет, может такое последствие повлечь. Нет, нам так не надо. Тогда нотариус может предложить, что можно сделать вот так и получить это последствие. Сторона раздумывает приемлемо, принимает решение, нотариус формирует договор. Но нотариус решает только те вопросы, которые бесспорные. Там, где нотариус уже не в состоянии стороны примирить, нотариус вынужден им рекомендовать обратиться в суд. Когда он исчерпал все возможности того, что предоставляет ему профессия, он тогда вынужден отправлять в суд. Сама по себе профессия нотариуса, она создана к тому, чтобы формировать документы оборот между гражданами и информировать граждан об их правах и последствиях, когда они пользуются этими правами, делая определенные правовые поступки. И цель-то нотариата как раз не допустить этих споров. Задача нотариуса по охране прав граждан и юридических лиц имеет много общего с задачей судьи. Однако, в отличие от судебной деятельности, предметом деятельности нотариуса являются только бесспорные дела. Кроме того, деятельность нотариуса носит предупредительный характер по защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц. В случае спора в суде нотариально заверенный документ облегчает заинтересованной стороне защиту своих прав. Нотариус может быть как государственным, так и частным. При этом разницы в качестве оказания услуг или большого разбега в стоимости нет. Однако, по этому поводу существуют определенные стереотипы. Ведется работа на уровне государства по принятию закона, который бы говорил о том, что в Российской Федерации существует только частно практикующий нотариат. На одной основе частно практикующий. Почему? Потому что государственный нотариус работает в убыток. Нотариус, работающий в государственной нотариальной конторе, взимает пошлину, которая поступает в местный бюджет. А частно практикующий нотариус – тариф. Размеры тарифа и пошлины одинаковы и установлены законодательством Российской Федерации. При этом государственный нотариус получает фиксированную заработную плату. А частно практикующий нотариус не ограничен в зарплате и самостоятельно уплачивает налоги государству. Цены, что в государственном, что в частном практикующем, одни и те же, потому что налоговый кодекс в стране у нас один на всех. Но государственных контор очень мало. Очень мало. В нашей республике до 2008 года было порядка 100 нотариусов, которые работали в государственной нотариальной конторе. В 2008 году состоялся переход государственных нотариусов на частную практику. В республике есть или нет? У нас одна-две конторы, где работают государственные нотариусы. Это связано с тем, что они работают в таких удаленных местностях, где невозможно на частной практике заработать такое количество денег, чтобы содержать контору. Законодательством установлена группа лиц, для которой предусмотрены льготы при совершении нотариальных действий, составлении проектов документов, выдаче копий и выполнении технической работы. И сейчас у нас что частные государственные нотариусы, что государственные нотариусы одинаково предоставляют льготы. Это, как правило, участники войны, это инвалиды. К сожалению, простые обыватели имеют слишком ограниченное представление о работе нотариусов. Поэтому сегодня нам предстоит разобраться в деятельности нотариата и понять, что к чему. Существует и от вопросов, с которыми к нотариусам обращаются каждый день. Самый известный доверенности вид, когда доверяют управлять автомобилем, когда доверяют вести дела в судах, когда доверяют покупать, продавать имущество, регистрировать сделки в регистрационной палате, получение документов какой-то или в организации. Например, очень часто документы вузов после окончания и очень часто копии, копии, копии. Очень много копий просят организации, не всегда обоснованных по закону, но тем не менее каждый считает необходимым получить копию от нотариуса. Почему? Потому что нотариус тот человек, который должен знать, как выполняются документы, каким требованиям должны соответствовать. И он оценивает документ, и если он его засвидетельствовал копию, значит документ в порядке, принимает на вере им в виде печати подпись нотариуса. Нотариусы, хоть в большинстве своем и являются частно практикующими, рекламой своих услуг не занимаются. Не принято такое. Этим во многом и объясняется низкая осведомленность населения о компетенции нотариуса. Так, например, немногие знают, что нотариус может удостоверять факт нахождения гражданина в живых. Касалось бы, зачем? А вот бывает всякое. Вот кому-то вообще приходило в голову с таким документом прийти к нотариусу? Маловероятно, и даже знать не знают, что такой документ можно изготовить и получить у нотариуса. Это нужно, как правило, органам, выплачивающим пенсию. Если человеку за 100 лет, а органы сомневают в социальной защите, что этот человек жив, и они просят представить такой документ. Еще нотариус имеет право удостоверять тождественность гражданина с лицом, изображенным на фотографии. Тоже, на первый взгляд, процедура сомнительная по необходимости ее проведения. Но необходимость таковая все-таки существует. Эта тождественность используется людьми, которые, верующие, они по своим убеждениям не хотят получать паспорт нового образца. А в связи с тем, что органы государственные отказываются работать с документами, которые были выданы еще им как гражданам СССР, они обращаются к нотариусам, чтобы нотариус подтвердил, что вот сегодняшнее лицо этого гражданина, это есть именно этот гражданин. Кроме того, нотариус может обеспечивать доказательства. В качестве примера можно привести наличие информации, порочащей честь и достоинство, размещенной в сети интернет. Вы вдруг неожиданно видите в интернете свою фотографию, на чьем-то теле, в неглиже, вас это оскорбляет, кто-то это сделал. Вы бежите к нотариусу и говорите, давайте зафиксируем, что в интернете такая позорящая мне информация есть. Она недостоверна, это не я, и я не была в таких обстоятельствах в этой стране и так далее, и так далее. И нотариус с помощью тех инструментов, которые ему позволяет закон, фиксирует эту информацию. Почему я им привет привожу? Потому что попробуйте доказать в суде, что в интернете была такая картинка. Или была какая-то статья в ваш адрес с вашим фамилией, имя, отчеством, а вы совершенно не имеете туда отношения, или информация не соответствует действительности. Ведь если бумагу можно в суд принести как доказательство, то интернет не принесешь, а потом эта информация в интернете помещена. Еще ситуация очень частая. Протечка в вашей квартире. Протечка в вашей квартире, вам причинен вред, вы в отчаянии. И все мы знаем, что мгновенно вода высыхает. Следы могут остаться, а могут не остаться. И потом вам будет сложно доказать, что провеждены стены, пол, мебель и так далее. И в таких случаях нотариус может составить протокол осмотра вот этой самой протечки. Нотариусы могут помочь и в разрешении определенных финансовых споров. В частности, они принимают в депозит денежные суммы и ценные бумаги с последующей передачи кредитору. В некоторых случаях подобные действия могут предотвратить спорные моменты и избежать судебных тягот. Один продает, но боится остаться без денег, а другой покупает и тоже боится остаться без денег. Вот для этой цели предполагают использовать депозит. Ну, наверное, в части нотариус может помочь, но в большинстве случаев депозит создан для того, чтобы должник мог быстренько исполнить свое обязательство. Еще в компетенции нотариуса совершать исполнительные надписи. К сожалению, мало кто знает о возможности обратиться к нотариусу с договором займа с тем, чтобы, так сказать, поторопить должника. Есть случаи, когда должник не возвращает определенные суммы, например, по тому же договору займа. И для того, чтобы не ввергаться в длительные судебные процессы, не доставлять огромной работы судам, не бегать за должником, его не выискивать, есть такая вещь, как исполнительная надпись нотариуса. Нотариус путем учения исполнительной надписи вот эту процедуру помогает избежать. И напрямую с этой исполнительной надписью должны прийти к приставу. Судебный пристав, принимая документ, начинает его выполнять, как и если бы он получил решение суда. Еще одна услуга, которую может оказать нотариус, принять на хранение документы. Но пользуются ей наши не очень хорошо осведомленные граждане тоже, увы, не часто. Люди приходят и сдают нотариусу на хранение документа. Иногда это бывают случаи, когда человек беспокоится за свою жизнь, его могут преследовать. Он может не решиться обратиться в хранительные органы, полагая, что не получит там защиты. Может он конфликтует с родными, которые грозятся его отравить и так далее. И он, сберегая документы, которые имеют какую-то важную информацию, сдает их на хранение нотариусу. Как и врачу, нотариусы доверяют информацию конфиденциальную, представляющую личную или семейную тайну. Поэтому клиент должен быть на 100% уверен в ее неразглашении. Это гарантирует закон. Нотариусу, а также лицам, работающим в нотариальной конторе, запрещается разглашать сведения, оглашать документы, которые им стали известны в связи с совершением ими нотариальных действий. Это положение действует и после сложения полномочий или увольнения нотариуса. Частно практикующий нотариус, умышленно разгласивший сведения о совершенном нотариальном действии или совершивший нотариальное действие, противоречащее закону, обязан по решению суда возместить причиненный ущерб. Нотариус, работающий в государственной нотариальной конторе, несет ответственность в исковом порядке, предъявленном к нотариальной конторе как юридическому лицу. Сведения, а также документы о совершенных нотариальных действиях выдаются только лицам от имени или по поручению которых совершены эти действия. Архив нотариуса, частно практикующего, это государственная собственность, которая формируется за счет средств самого нотариуса и подлежит сдаче в госархив по истечении определенного времени. Если частно практикующий нотариус оставил службу, палата, которая организует деятельность нотариусов, она принимает решение, кому должен быть передан архив. Нотариус, если он ошибся, это его ошибка, он это понимает, он будет платить из своего кармана. Это заложено в законе о нотариате, и нотариусы это исполняют. Почему редко платят? Вот нотариусы редко, потому что редко ошибаются. Они очень осторожны в подходе ко всем вопросам. Они стараются остаться нейтральными по отношению к обеим сторонам. И они стараются обе стороны привести к одному знаменателю, потому и редко платят. Потому что и претензии предъявляются часто. Но нотариус доказывает, что работа была сделана правильно. Обе стороны были предупреждены о последствиях. Справки о совершенных нотариальных действиях выдаются только по требованию суда, прокуратуры или органов следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными или гражданскими делами, а также по требованию арбитражного суда в связи с находящимся в его разрешении спорами. Просто так, придя к нотариусу, получить сведения о каком-либо лице не получится. Нотариус – очень интересная служба. Очень хотелось бы, чтобы сначала приходили консультироваться к нотариусу. Можно прийти консультироваться к смирной профессии адвокаты. Достаточно грамотный состав у нас в республике. И прежде чем какие-то поступки делать, запастись сначала знаниями по отношению к предмету того, что вы намерены совершить. Только потом уже совершать. Потому что исправлять то, что уже вы сделали, какие-то правовые шаги, бывает зачастую невозможно. Невозможно. И все понимают, что произошла или ошибка, или недоразумение, или какое-то намеренное, заранее спланированное действие. Понимают и жалею человека, но выручить уже не могут, потому что уже правовых средств для этого не остается. Правовая грамотность – ваш козырь в современной жизни. Однако, если вы не чувствуете себя уверенно в этой сфере, всегда можно проконсультироваться у специалистов и получить квалифицированную помощь. С вами была Капитальная грамотность. Не бойтесь спрашивать и получать ответы. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...